Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Последние дни заметно потеплело, поэтому сегодня я хочу объявить начало так называемого полевого периода очередного садово-огородного сезона. Ну, я надеюсь, что все мы за зиму хорошо отдохнули, набрались желания работать на земле, поэтому давайте выйдем на участки и проведем первые работы. Ну, а какие именно, посмотрим на примере нашего участка. Музыка Прежде всего, давайте разберемся с печной дровесной золой. Дело в том, что на многих участках, в том числе и дачных, у нас применяется дровяное отопление и к весне накапливается, соответственно, много золы. Вот так она выглядит. Здесь есть еще не прогоревшие остатки топлива, поэтому советую ее просеять. Но вначале я допомню, что зола – это ценное калийное удобрение, но также содержит фосфор и большое количество микроэлементов. Можно применять ее под самые разные культуры, особенно она хороша под корнеплодные культуры и клубнеплодные, то есть картофель, морковь, свекла. И выбрасывать ее за территорию участка – это сегодня ни в коем случае нельзя. Не только потому, что это ценное удобрение, но и потому, что мы загрязняем наши улицы. И они снижают свой эстетический вид, что тоже не менее важно. Берем золу и просеиваем через сито. Ну, в данном случае сито у меня самодельное. Здесь ячейки 4 мм, но можно сделать и помельче. Когда мы насыпаем сюда, то после просеивания мы с вами убеждаемся, что действительно есть непрогоревшие остатки, и использовать их в качестве удобрения уже нельзя. Я обычно их ссыпаю отдельно и затем закидываю в парник, смешивая с биотоплием, то есть с навозом. Ну, а вот эта часть у нас самая ценная – это и есть просеянная печная древесная зола, которую мы будем использовать на участке под самые разные удобрения. Так что, уважаемые наши садоводы и огородники, прежде всего разберитесь с печной древесной золой и сделайте из нее нормальное, качественное удобрение. Следующая операция – это просеивание перегноя. Ну, в прошлом году у нас был парник, мы его выкинули сюда, и, естественно, это все в куче замерзло, ну, что очень хорошо видно. И поскольку мы на этой гряде в начале мая будем выращивать лук, чеснок и морковь, то есть ранние овощные культуры, нам необходимо освободить гряду. Ежедневно приходится граблями стаскивать верхушку, на солнце, конечно, перегнуть. Нагреваясь, он растаивает. И так постепенно, ну, до 25 апреля, я думаю, эта гряда освободится, дальше нагреется почва, и можно высевать или высаживать овощные культуры. Следующий момент – просеивание. Ну, для этого мы берем металлическую кроватную сетку, это самый лучший, на мой взгляд, вариант. Делаем определенный угол и просеиваем. К сожалению, без просеивания обойтись нельзя, потому что много неперегнивших остатков в перегное. Затем, когда мы завозим навоз на участок, с ним часто попадают камни, значит, проволока, пленка. Вот это все нужно убрать. Вот такие неперегнившие остатки я снова закидываю в каркас парника, смешается с новым биотопливом, и в следующем году получится нормальный перегной. Ну, а крупные щепки, они не перегниют и в следующем сезоне, даже не говоря про этот, поэтому их лучше сжечь на участке. Также могут полиэтиленовая пленка попасться, кусочки, вот даже изоленты, проволоки. В общем, весь этот неорганический мусор нужно убрать, все равно он не перегниет. Ну, что касается основного удобрения, вот под кроватной сеткой, вот он перегной. Получилось великолепное удобрение, которое мы будем использовать под те культуры, которые как раз наиболее отзывчивы на внесение перегноя. Это капуста, все ее виды, это лук, чеснок. Но если вы особенно хотите получить гигантские луковицы эксибиршена, то без перегноя не обойтись. Так что он нужен, и, кстати, часть перегноя у нас пойдет с вами еще для заполнения лунок на парнике. Поэтому обязательно раз в три дня просеиваем все, что у нас оттаяло. И таким образом мы получим и ценное удобрение, и не перегнившие остатки, которые вторично можно использовать в парнике. Не менее важную работу, уважаемые огородники, нам предстоит сделать в эту субботу-воскресенье, это распекировать томат для открытого грунта. Ну, в идеале можно использовать специальную ургасу для томатов местного производства. Но, во-первых, на мой взгляд, это, когда мы выращиваем много корней, достаточно дорого будет. Ну, а во-вторых, значит, ургаса будет способствовать слишком быстрому росту растений томата, что тоже не совсем положительно сказывается на конечном результате, то есть на урожае. Поэтому я предлагаю вам собственную смесь, которую можно изготовить в домашних условиях и прекрасно использовать для пикировки томата. Ну, в основу ее, конечно, будет у нас ургаса, можно использовать ее не только для томатов, но и универсальное. Перегной, просеянный через кроватную сетку. И садово-огородная земля. Ну, в данном случае мы берем в саду там, где овощи не выращивались, особенно томат, потому что через почву могут передаваться различные возбудители болезней. Следующий момент – это печная древесная зола. Это тоже компонент очень важен, и поскольку здесь не только калий содержится, но и много микроэлементов. Высыпаем сначала огородную землю. Предварительно я ее немножко размял, разогрел. Здесь можно не обязательно просеивать, убрать, например, корни попадают, может, еще какие-то нежелательные компоненты. Вот два ведра, и на два ведра такой земли, садовой, добавляем одно ведро перегной. То есть соотношение получится два к одному. Это оптимальное соотношение для томата. Наконец, мы высыпаем печную древесную золу, ровно один литр, вот на эти три ведра, таким образом. И добавляем ургасу. Почему важно добавить ургасу? Потому что здесь находятся микроорганизмы, и они живые. Не перемороженную ургасу, конечно, нужно использовать. Мы также заправляем сюда. И вот получаем такую сборную почвенную смесь. Теперь ее нужно просто перемешать тщательно. Обыкновенным совком или лопатой вы можете это все сделать. После тщательного перемешивания заполняем стаканчики. Для выращивания томата идеально подходят вот такие пластиковые стаканчики. Объемом примерно 200-250 кубических сантиметров. И здесь обязательно должно быть дно. Вот это, что очень удобно при высадке. Приживаемость будет стопроцентная. И практически растение без всякого стресса как бы впишется или адаптируется в новую среду. Берем стаканчик. Устанавливаем это дно. И обычным совком заполняем. Но должен заметить, что в условиях температуры 10-15 градусов, конечно, эта почвенная смесь будет еще достаточно холодной. Поэтому сразу ни в коем случае в нее не пикируйте. Значит, нужно пикировать после того, как вы занесете почвенную смесь уже в стаканчиках, непосредственно в комнатные условия, и она нагреется до комнатной температуры. После этого проводите данную операцию. Также хочу отметить, что почвенную смесь можно приготовить и для других культур. Но вот когда мы будем с вами высевать капусту, то желательно долю перегноя увеличить. То есть соотношение перегноя и садовой земли должно быть один к одному. Также добавляем ургасу, лучшую универсальную, и печную древесную залу. Ну и можно эту почвенную смесь использовать и для цветочных культур, ну и для других рассадных растений. Садовые центры Садем. Теперь на Кирово, Бурводе и Восточном. Огромный выбор семян в садовых центрах Садем. На Кирово, Бурводе и Восточном. Лук-сивок, луковичные и горшочные растения в Садеме. На Кирово, Бурводе и Восточном. Товары для рассады. Почва, грунта и земля Сибири в широком ассортименте. В садовых центрах Садем. Алтайские, сибирские розы в садовых центрах Садем. На Кирово, Бурводе и Восточном. Шок-цена на колбасы БМПК. В торговых центрах Абсолют. Абсолют. Колбаса докторская, колбаса краковская и сервелат улан-уденский от бурятской мясоверерабатывающей компании со скидкой 50%. Срок действия акции с 31 марта по 6 апреля. Абсолют. Гарантируем качество и по-настоящему низкие цены. Лучший помощник в борьбе с грязью – мойка Бош. Моем быстро и без устали. Стены дома, дорожки, машины. Купи свой Бош. Забудь про грязь. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Планировали новый телевизор. Соседка посоветовала кредит подешевле. Специально для пенсионеров. В Восточном экспресс-банке платеж небольшой. Теплицу собрали. А я кредит на путевку брала. Прямо рядом с домом. И обслуживание понравилось. Кредит для пенсионеров всего за 1745 рублей в месяц. Восточный экспресс-банк. Самый первый урожай на наших участках в Забайкале мы получаем по многолетнему луку, в частности, луку-батуну. Но опыт собственный показывает, что его можно заменить из-за большой горечи на голландские гибриды и сорта параде, например, и перформер. То есть, они также прекрасно зимуют. Но не такие горькие. Что делаем сейчас? Вот мы уже видим, что реакция растений на тепло – это появление зеленых листьев, зеленого пера. И если мы ничего не будем предпринимать, конечно, мы получим урожай, но значительно позже. Хочется первого лука попробовать, ну, может быть, в конце апреля. Для этого мы очищаем нашу грядку. Вот здесь, повторяю, у меня не лук-батун, а лук-параде. Далее проливаем водой. Но поскольку земля сырая, я проливать здесь не буду. А просто самый примитивный вариант, когда мы накрываем эту грядку пленкой, придавливаем, и она нагревается. Почва нагревается, соответственно, растения тоже будут быстрее расти. Но еще один момент. Для того, чтобы рост был более мощным, примените небольшую подкормку. Одну столовую ложку мочевины на 10 литров воды, вот примерно такой пропорции, и полив сделайте вот с мочевиной. На содержание нитратов это существенно не повлияет, потому что это будет только разовая подкормка. Поэтому, уважаемые огородники, у кого на участке имеется лук-батун, или лук-параде, или перформер, проведите вот такую операцию, и к 1 мая уж точно, а может быть даже и к 20-му, у вас будет ранняя зелень. При этом, хочу отметить, что это начальный период, а дальше вы можете сделать дуги, накрыть пленкой или нетканным укрытым материалом, что обеспечит дальнейший рост и развитие этого лука. Я продолжаю знакомить вас, уважаемые телезрители, с новинками сезона. В этот раз сортами гибриды арбуза, значит, дыни и цветочных культур. По арбузу хочу отметить следующее, что в условиях Забайкаля, это должны быть сорта гибриды с некрупными плодами, массой до 3-4 кг, и, как правило, раннеспелые. Вот из новой серии арбуз Астраханский, но мы знаем, что Астраханский арбуз считается чуть не лучшим в России, так оно и есть, но вот это Астраханский ранний. В наших условиях проявит, думаю, достаточную продуктивность. Арбуз Старт, также некрупные плоды до 3 кг. Арбуз Фотон, из гибридов это F1 Кримстар, мы знаем Кримсон Глори, есть знаменитый Кримсон Свит, судя по названию, это импортный, конечно, гибрид, можно использовать его и в Тиблице. И, наконец, что особенно импонирует, в последнее время появляется много сортов арбуза, алтайской селекции, все-таки это сибирская селекция, наверняка они более адаптированы, эти сорта, для наших условий, вот алый сахар. Ну, само название говорит за себя, что сладкий и алые расцветки, ну, в общем-то, для открытого грунта, алый сахар. Дыня, она должна быть по размерам не более 1,5-2 кг, поэтому увлекаться сортами и гибридами, формирующими гигантские плоды, смысла нет. Все-таки у нас короткое лето, даже в условиях теплицы. Я вот подобрал в новинках несколько таких новых сортов и гибридов, с некрупными плодами, массой где-то до 2 кг. Сладкое чудо, круглая такая форма, значит, медовая сказка. Ну, название говорит, видимо, напоминает вкус меда, лада и 2 гибрида со значком F1. Это гибрид сластена и очень необычный такой, с внешней полосатой и такой светло-зеленой расцветкой гибрид блондии. Ну, это зарубежная селекция. Вот эти 5 сортов и гибридов дыни. И, наконец, что-то мы на участке должны выращивать не только, как я иногда шучу, для живота, но и для души. Это цветочные культуры. Есть однолетние культуры, которые выращиваются рассадой. И здесь тоже достаточно интересные сорта появляются. Ну, мы знаем календула. И вот такие три расцветки. Например, желтая. Название «Золотой император». Ну, судя по названию, наверное, китайский сорт. Вот такой оранжевый гейша, это японский сорт. И, ну, гибридные такой расцветки. Значит, розовый сюрприз. Это календула. Сорта довольно оригинальные по расцветке. Маргаритки в последнее время стали очень популярными. Также, вот, весна заснеженная, белая. Весна розовая. И, значит, весна красная. Но по расцветкам, соответственно, белая, розовая и красная. Маргаритки. Мы в последние годы вместо многолетних георгин стали выращивать и однолетние георгины. Что, на мой взгляд, очень неплохо. И вот яркие помпоны. Это смесь вот таких однолетних георгин высотой свыше одного метра. То есть, если у вас нет возможности хранить клубни-луковицы, можно вот как в однолетней культуре выращивать. Значит, яркие помпоны. И появилась серия балконных цветов. Ну, они должны быть, как бы, свисающие. Поэтому, вот, ипомея с очень интересным названием гинь-гинь. Ну, я думаю, что это тоже китайский сорт. И львиный изов амулет. Значит, балконные сорта. Ну, и традиционно мы любим выращивать с вами виолы или анютины глазки. Ну, вот, помимо гигантских швейцарских сортов, диаметром 10, там, сантиметров, есть и мелкие, двулетние, которые осыпаются и сами сходят. Вот, например, тигровый глаз. То есть, они, можно даже выращивать их в предвольных кругах деревьев. И для прикрытия не самых лучших мест на наших участках, в частности, компостных ям, например, мы используем должны высокие декоративные растения. Вот, одно из них, это подсолнечник декоративный, Глориоза Санцет. Высота до полутора метров. Ну, я думаю, что этого достаточно, чтобы закрыть наши компостные ямы, хотя бы с лицевой стороны. Глориоза Санцет. Ну, традиционно все эти новинки вы можете приобрести у нашего основного партнера в магазинах Садым. Итак, уважаемые садоводы-огородники, в эту субботу-воскресенье я предлагаю всем выйти на свои участки и провести первые работы. Причем сделать это в хорошем настроении, чтобы результат вас удовлетворил. Ну, смею заметить, что рассадный период нашего сезона еще не закончился, поэтому, согласно моего агрономического календаря, вы можете посеять в эту субботу-воскресенье раннюю капусту различные сорта гибриды для получения урожая в июне. А также можете посадить рассаду арбузы и дыни для выращивания в укрываемых грядах с посадкой примерно 15 по 25 мая. Так что, работая на участке, не забываем, что мы еще и следим за рассадой и высеваем новой рассадной культурой. Прощаюсь с вами ровно на одну неделю. До встречи! Садем. Забота о процветании. Тачный сезон не за горами. Покупаем все к сезону с нами. В торговых центрах Абсолют. Семена от полутора рублей. Почвогрунт 5 литров от 35 рублей. А также в продаже. Грабли, лейки, укрывное полотно, тачки, шланги поливочные. На даче порядок и в доме уют. Семейный бюджет бережет Абсолют. Лучший помощник в борьбе с грязью. Мойка Бош. Моем быстро и без устали. Стены дома, дорожки, машины. Купи свой Бош. Забудь про грязь. Компания Кристофер представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Планировали новый телевизор. Соседка посоветовала кредит подешевле. Специально для пенсионеров. В Восточном экспресс-банке платеж небольшой. Теплицу собрали. А я кредит на путевку брала. Прямо рядом с домом. И обслуживание понравилось. Кредит для пенсионеров всего за 1745 рублей в месяц. Восточный экспресс-банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова